Перед началом обзора у меня есть небольшое обращение. Дело в том, что я редко прошу вас о помощи, но тут так получилось, что я стал жертвой телефонных мошенников. Ну, тут особо много не о чем рассказывать. Позвонили, представились с сотрудниками ФСБ, и я не успел ничего понять, как уже у меня сняли все волосы с головы. Конечно, я сразу обратился в полицию, там даже удалось составить цепочку их вывода. Но, к сожалению, как оказалось, мои волосы ушли на уплотнительную засевку новой задницы Филиппа Киркорова, поэтому их не удастся вернуть. В общем, если у вас есть там лишний один-два волоса, пришлите, пожалуйста. Ладно, улыбку натянул. Начинаем обзор. Итак, Оверлорд. Могучий, злобный воин-маг, управляющий толпой своих приспешников. Так, а с хрена ли вот это не Некромант? Ну, видимо, как-то так вполне логично подумали ребята из Тентонс и выкатили нам Undead Horde. Мы играем за Орсона, последнего из Некромантов, заточенного паладином Бенни Виктором в волшебную урну. Мир, как обычно, обрекла какая-то тупая курица, решившая расклевать урну. И теперь мы должны собрать свою армию нежити и отомстить Бенни Виктору, попутно поработив всю страну. Поднимаем на кладбище первых трупаков, с помощью них охлаждаем население близлежащей деревни, наращиваем армию и обзаводимся своим замком. И да, все это очень похоже на инди низкополигонального оверлорда. Вот наш герой, имеет экипировку холодным оружием и ровно одну атаку им, по второй руке носит волшебную палку для каста заклинаний, на руках по кольцу для бафов за манну и еще три предмета для наращивания пассивок. Вот замок глав героя, можем приводить сюда торговцев, прокачивать их магазины, чтобы более высокоуровневый шмот покупать. Отхиливаться здесь можно, а также пополнять свою армию мертвецов у соответствующих надгробий, которые своим количеством сулят нам кучи крутого контента. Сама история, как вполне однозначно намекает нам карта, достаточно линейная, но с разнообразным сеттингом и с небольшими необязательными сюжетными ответвлениями. Что ж, так и есть. Порой можно зайти куда-нибудь и по заданиям певчих скелетов в клетках накостылять кому-либо за рарный лут. Сам же геймплей периодически прерывается на решение простеньких или необязательных головоломок, а также вы можете поискать скрытый лут на локации. Боевка же обычно делится на две части. Это уничтожение свободно шатающихся отрядов и уничтожение поселений. Вторая часть примечательна тем, что в поселениях присутствуют здания, спавнящие новые волны обороняющихся, а также там изредка расположены атакующие вышки. Да-да, прям как в Оверлорде. В общем, вот такая вот прикольная игра. Да, возможно, выглядит она несколько дешево, но это же Индия. Тут важно не как она выглядит, а как она играется. Но ведь она хреново играется. Ну это да. Потому что управление твоей армией полная херота. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Изометрия она как раз больше подходит для управления толпой, чем вид от третьего лица, считая из-за плеча. Но нет, все управление, не считая бафов, завязано на две кнопки. По первой, с определенным кулдауном вы поднимаете трупов. Вокруг себя, пока лимит позволяет. Вторая же кнопка отвечает за переключение режимов толпы. Их два. Это сопроводительный толпа водит хороводы вокруг тебя и атакующий толпа бежит в направлении взгляда. Да, никакого разбиения на группы, обороны области или удобного ведения толпы стиком или мышкой. Ни хрена. Отсутствие всех этих инструментов делает тактическую сторону игры крайне тупой и примитивной. Ты не способен ни на что, кроме как бафнуть в начале боя и сказать толпе фас. Это печально. Но это не так печально, как геймплей с разрушением поселений. Вот там-то полное тюрьмо. Ведь думаешь, окей, сейчас возьму, направлю свою армию, они замочат эти спавнищие здания, но тут прибегает обороняющаяся толпа. И вся твоя армия переключается на нее. Да, ваши дебилы, как в оверлорде, не поймут, сколько юнитов нужно для атаки. И управлять ими нормально нельзя. Они все переключаются на десяток защищающихся солдат. Вот только спавнищие здания обычно стоят по 3-4. И после побежденных 10 солдат, прибегают новые 10 солдат уже из другого здания. Потом 10 солдат из третьего, потом из четвертого, а потом по второму кругу и до бесконечности. Посему обычный геймплей сводится к тому, что ты бросаешь свою толпу в атаку, а сам в крысу бежишь в одно рыло ковырять замки, изредка по откату помогая своей армии бафами. Пацаны, ну вы вроде уже всех замочили и нифига не делаете. Может, все же мне поможете? Может, поможете мне? Может, поможете, говорю? Да ты задолбал! Нет у нас ушей, ты не понимаешь, что ли? Ну ладно. Стоп, а как вы... Кстати, да, иногда еще монетки глючат и улетают в места, где их не собрать. Но это мелочи. Так как деньги тут все равно особо нафиг не нужны, расходников нет, а экипировка в магазине обычно та еще хрень. И вот это вот все была еще даже не главная моя претензия к игре. Ну, однако, перед ней, чтобы не было впечатления, будто бы я гноблю эту игру, давайте вкратце отметим некоторые ее вполне заслуженные плюсы. Мне очень понравилось такое нововведение, что если ты вне боя, через короткий промежуток у тебя увеличивается скорость передвижения. Учитывая необходимость возвращаться к квестодателю или оббегать всю локацию на предмет скрытого лута, это сильно экономит время. Наличие портала для быстрого доступа в замок почти на каждой локации и возможность продавать лут в любом месте из инвентаря, это казуальненько, но вся игра такая, так что тоже можно записать в плюс. Хорошо, на мой взгляд, встроенная механика, что при окончании здоровья у твоего героя дают время неуязвимости, чтобы ты мог решить, стоит ли свалить на последней хпшке домой или из последних сил все же поднять разбросанные вокруг трупы на решающее сражение. Также есть некоторые прикольные детали. Например, что у домов бывает на костре жарится курочка, которую также можно поднять в атаку. Не особо понятно, как это получается без кастования ритуала, но все равно забавно. А еще в игре много отсылок. Шекспир, во все тяжкие, песни льда и пламени, это сюда. Многие враги образуют между собой конфликтующие фракции. Пусть не считая одной такой сцены по сюжету, я подобное видел всего единожды, но все равно это предусмотрено. Прокачка персонажей есть. Правда, крайне скудная, только прокачка статов, которые дают наборами и предоставляют выбрать из трех, и вы, скорее всего, будете по максимуму пытаться прокачать призыв, иначе нафиг вы вообще за некроманты играете. Кстати, если на локации остается мало врагов, они подсвечиваются на карте. И это не просто так, ведь одна из тростепенных целей, это путем уничтожения всего живого на локации, захватывать ее. И вот тут один недожатый момент. На мой взгляд, было бы круто сделать захват региона эдаким челленджем. Типа, набери армию, а теперь этими силами замочи всех на локации. Строй тактику, куда пойти в первую очередь, когда лучше отвоевать хиляющие фонтаны, когда ломануться к бесящим элементалям, которые хреначат по области и которых после смерти даже возродить нельзя. Но нет, так это не работает. Ведь в любой момент ты можешь через портал перенестись в замок, отхиляться, набрать новую армию и вернуться добивать. Враги респавнятся исключительно после твоей смерти. Что делает захват региона крайне скучной активностью? Ведь никакого штрафа за возврат домой нет. Кстати, все, что тебе дают за захват региона, кроме отображения специальной иконки на карте, там, ачивок и прочей косметической лабуды, это титул на землю, который можно обменять у особого юнита в твоем замке на слабое и отстойное оружие. Отстойное оружие за отстойную активность. Формально баланс соблюден, но отстойного в игре, конечно, хотелось бы поменьше. Ну, и если собрались уже делать такую хрень, могли бы тогда уж и на портале хилять и армию устанавливать. Ну, чтобы через две загрузки не бегать. И да, вот это все, это были плюсы. Потому что сейчас мы будем по полной критиковать эту игру. Ведь ее главный минус, на мой взгляд, в том, что геймплей вообще не развивается. В начале игры ты смотришь на вот эту вот, свою будущую, еще не открытую армию, и предвкушаешь, какая же у тебя будет тактически выверенная группа нежити с разными юнитами в ней, которые в лейтгейме будут штурмовать замок в эпичной битве, а потом начинаешь их открывать и обращаешь внимание, что 60% всех юнитов это юниты ближнего боя, которые отличаются только здоровьем, силой и скоростью удара, до ценой призыва. Соответственно, раз в 3-4 локации натыкаешься на новый тип милишников, открываешь их, выбрасываешь старых милишников в мусор и бегаешь с новыми в ближайшие 4 локации. И гуманоидных воинов, слэш элитных воинов до хрена, и те же он скорпионы, волки, медведи по сути ничем не отличаются. И я не говорю, что звери вообще нафиг не нужны. Нет, почему же? Можно бухим и поностальгировать под районы кварталы, и какой-нибудь череп найти, который именно скорость атаки зверей увеличит. В подобном микроменеджменте есть смысл, но слишком уж небольшой. Из оставшихся 40% 30% это лучники, которые масштабируются подобным же образом, но чуть реже. Два гиганта, которые издали аоешно швыряют камни, ну, как понятно, масштабируются всего один раз, да? И хил с дебафером, которые не масштабируются, открываются в первой-третьей игры, и уже во второй-третьей игры становятся нахрен неактуальными. Впрочем, ладно, есть один способ хоть как-то их масштабировать, это через пассивки вашего снаряжения. То есть да, если ты не хочешь, чтобы твоя армия в лейтгейме состояла тупо из ближнего и дальнего боя, нужно таскать на себе не экипировку, которая тебе нравится, а экипировку, которая имеет заветные проценты к бафу здоровья и силам юнитов поддержки, чтобы они не превратились в тыкву. Есть, правда, еще и эпичные юниты, призываемые из боссов, которые мощные, с большими циферками статов, за них надо еще голду платить, но по факту там два огра с швыряющихся камнями и куча тех же самых милишников. Короче, все то же самое. Но подождите, что это я говорю? Почему это геймплей не меняется? Нас спасет экипировка. У нас же тут в игре бесконечное количество нового оружия, украшений и магических предметов. Это вначале ты ходишь с вержин кольцом, воспламеняющим снаряды союзников на 12 секунд на 220 единиц, но уже скоро ты найдешь кольцо, воспламеняющее снаряды союзников на 13,4 секунды на 440 единиц, которое потом можно будет заменить на кольцо, воспламеняющее снаряды союзников на 13,5 секунд на 444 единицы, а потом уже на 13,8 секунд на 460 единиц, и на 14 секунд на 472 единицы. И в конце концов закончить с гигачадовским кольцом, воспламеняющим снаряды союзных юнитов на 14,5 секунды на 500 единиц. Разве у вас не текут слюнки от подобных геймплейных возможностей? Да, вы все правильно поняли. Что в оружии ближнего боя, что в оружии дальнего боя, что в перстнях есть около пятка разных способностей, которые циферками генерируются до бесконечности. Да еще и генерируются через задницу. Дать вам два одинаковых предмета, но какого-то хрена разной стоимости? Или залупить у предмета с меньшими характеристиками цену выше, чем у предмета с большими характеристиками? Эта игра, конечно, завсегда. В общем, по большому счету, как начинаешь ты игру с парой десятков милишно-рейнджевых бойцов и с огненной палкой, так спустя 7 часов и заканчиваешь с ними же. И дерешься преимущественно против тех же самых врагов. Различаются только циферки статов. Но так как эти циферки постоянно, последовательно растут и у тебя, и у врагов, то разницы вообще никакой не замечаешь. Изредка, конечно, могут встретиться энты с опутывающими корнями, элементали и гиганты с аоешными атаками, но больше это походит на исключение из правил. Короче, ладно. Погнали лучше к главдобру на финальный махач. Ммм, Генни Виктор обладает волшебными статуями, способными исцелять его и призывать помощь? Что? Наверняка думаете, что все так просто, да? Типа, сначала просто зафигачим здание, а потом просто зафигачим юнитов и все, да? Нет. Все куда проще. Потому что финальная битва сломана. Я успел доломать только первую статую, а тем временем Бронни Виктор, обесчесться в свою фамилию, случайно вздох от рук моей толпы где-то на краю экрана. Ну, ладно. Помянем, доломаем. Самое обидное, никакого синематика заставки, фанфара, даже чертовые надписи, конец и титров. Просто ты выполнил очередное задание. Молодец, выключай игру сам. Хотя, можно же вернуться в свой замок и... Хозяин, мы нашли в подвале Бенни Виктора редчайший артефакт. Вот эту бейсбольную биту. Вау, это типа для того, чтобы новых, более мощных врагов убивать, да? Нет, нет. Это чтобы вы себе ей по башке врезали. И на кой хрен мне это делать? Ну, там новая игра плюс будет. Еее! Ладно, не совсем так, но на моей памяти это самый тупой переход на новую игру плюс. Мы находим урну, из которой вылезли в начале, и принимаем волевое решение опять в эту урну прыгнуть, чтобы пока нас не было, наше королевство развалилось, чтобы потом снова весело его захватывать с самого начала. И, насколько я видел, ни хрена в новой игре плюс не меняется, за исключением того, что статы у всех немного подросли. Прикол в том, что у тебя все еще открыты самые мощные юниты, посему ты берешь пяток самых крутых арбалетчиков, паладинов и щемишь бедных крестьян. Даже жалко их немного. Особой пикантности придает тот факт, что опыт, получаемый за задание, не отмасштабировался. Так что, привыкайте поднимать уровень персонажа раз в несколько часов. И, может быть, я очень бы хотел дойти до новой игры 10 плюс и найти там совершенно уникальное кольцо, воспламеняющее снаряды союзных юнитов на полтора часа на 8к единиц, но че-то игра заглючила, не позволяет дать квест, а дальше игру не пройдешь и перезагрузка не помогает. Какая печаль. Резюмирую. Как вы поняли, Undead Horde я вам порекомендовать не могу. Слишком уж примитивно и однообразно. Однако, несмотря на немаленький ценник в 620 рублей, у игры в стиме очень положительные отзывы. И я могу понять этих людей. И по некромантам не так уж много игр выходит. Undead Horde явно будет лучше того же Некросмита в нее хотя бы поиграть можно. А если вы любитель оверлорда, ну че вам посоветовать? Fellowship of Evil? Нет уж, лучше Undead Horde. В общем, игра очень сильно на любителя. Но, вполне возможно, может быть, ты и есть тот самый любитель. Надеюсь, что вторая часть будет лучше. Ну, в смысле, есть лучше, так как вторая часть уже вышла несколько месяцев назад. Посмотрим мы ее... возможно, никогда. Как вы знаете, на моем канале лучше не зарекаться. Стругацкие соврать не дадут. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok